В пятницу Светлой Седмицы, когда Православная Церковь чтит память чудотворной иконы Богородицы Живоносный Источник, в иоткладезной часовне при храме Рождества Христова состоялся водосвятный молебен. Христос воскрес! Христос воскрес! Сразу после молебна духовенство, а также сестричество храма и участники молодежной общины посетили Краснодарский гарнизонный военный госпиталь, где находятся на излечении военнослужащие, участники специальной военной операции. В госпиталь привезли благодатный огонь. Христос воскресе из нервы! Теплая солнечная погода позволила послужить пасхальный молебен о здравии под открытым небом. Все песнопения исполнил хор молодежной общины. Прославили воскресшего Христа и помолились о здравии воинов. Вместе с нами молились бойцы, которые находятся на лечении, и кто смог по состоянию самочувствия принять участие в богослужении. За молебном была прочитана молитва Святой Руси. Воины и вся защитники Отечества нашего, в заповедях твоих утверди, крепость Духа им не спасли, от смерти ран и пленения сохрани. В завершение, Отец Александр окропил всех святой водой. Христос воскресе! Поправляйтесь! Христос воскресе! После Отец Александр вместе с духовенством посетил палаты отделений госпиталя, где находятся военнослужащие с ранениями средней тяжести. Всех православных воинов помазали маслом, освященным у гроба Господня в Иерусалиме. Вот сегодня этот огонь в вашей палате, сошедший с небес, в день Пасхи, только по молитвам православной иерархии, и единственное место на земле, гроб Господень, куда сходит этот благодатный огонь. Помажем вас этим святым Иереем, чтобы вы скорее поправлялись. Укрепи вас Господи, поправляйтесь, дай Бог вам сил, здоровья и терпения. Некоторые рассказали о чудных случаях помощи Бога на войне. Когда парень вышел, ему в лоб пуля прилетела, вот, подошла, не прошла ниже каски, прям в лоб, и упала в ногах, короче. Лопнула лобовая пластина полностью, а на лице просто такое ощущение, как, ну, палкой ударили. Даже кожу не поцарапала, просто огромная гематома, лобовая пластина в хлам, ну, еще это не мозговая пластина, и операцию сделали, короче, пластину поставили, живой парнишка. Вот видишь, Господи, слава тебе. Тоже не пробило, а вот лоб вот. Тут как-то так, да, вот видно? Да, на излете, видать, но удар был сильный, короче, что ваша вся лобовая часть. А это кто, снайпер стрелял или не просто автоматный вообще? Не знаю, охот сделал просто на излете или пулеметный, или крупный, ну, что-то вот 7,62 такого калибра, потому что вот мы нашли. То есть крупный калибр, то есть это не просто пуль. Вот именно в тот момент, что вот он, когда вот именно вот вышел из закопа. Это же какое расстояние вот пролетело пуля, скажем? Мне кажется, наверное, больше километра, по-любому она прошла. Потому что она даже кожу не поцарапала, а вот удар ему именно вот пришлось вот. Ну, не жикарский, ну, надо же. Ну, как зовут этого парня-то, хоть не знаешь? Его зовут Саша. Александр, ну надо же, Господи. Здоровья ему, мы с ним снова, гордо. Ну, представляешь, так что вы еще встретитесь, как скажу, еще обнимитесь, да, дай Бог, что все будет хорошо. Сестры Милосердия раздавали иконочки со Спасителем, Евангелие и записывали имена для молитвенного опоминовения о здравии на литургии. В это время на территории перед госпиталем, где служит Самолевин, ребята молодежной общины для бойцов исполнили несколько песен. И все народы должны пославлять воскресшего Христа. И вот сейчас мы вам также исполним песновение на греческом языке. Свои стихи прочитал военный. Дорогой православной Киев мы идем, крестным ходом храм мы обойдем. Свети поставлен, молитву мы прощем. Блаженную песню Богу пропадем. Богу помолимся, причастие пройдем. Святый крест целуем, красавиточку возьмем. Батюшка святою водой его пропит. Нашу миру Бога укрепит. Сегодня в этот пасхальный день, находясь здесь, в этом парке при госпитале, мне хотелось бы снова и снова, паки и паки, поздравить всех вас, дорогие наши защитники Отечества. С днем Великой Победы. Победы жизни над смертью Иисусом Христом. И с днем нашей Победы, которую мы праздновали вчера с вами в годы Великой Отечественной войны, когда наши отцы и деды отстояли нашу Святую Русь, нашу с вами землю. Отстоим ее и в этот раз. И дай Бог нам с вами как можно ближе и как можно быстрее дождаться. Это и для всех нас желанной общей победы. Христос воскресе! Во истину воскресе! Христос воскресе! Во истину воскресе! Христос воскресе! Во истину воскресе! Христос и нам даровал живот вечный. Аминь.